Вот и закончилась история самого неоднозначного типа метровагонов, яузы. Прошел 21 год с начала эксплуатации и 31 год с начала создания. История, начинавшаяся так хорошо в конце 1987 года, в итоге так плохо закончилась. 30 июля два состава опытно-промышленной яузы столкнулись в тупиках за станцией Каширская. В составу следовавшего в тупик произошел сбой. Машинист применил торможение. Для буксировки сломавшегося состава была направлена вспомогательным составом вторая яуза. Перед сцепом сломавшегося состава отказали тормоза, и он покатился, набирая скорость на второй состав. В результате столкновения оба состава получили сильные повреждения, в числе которых повреждения автосцепок на нескольких вагонах, повреждения массы головных вагонов, а также как минимум на одном вагоне повреждена хребтовая балка. Машинист получил сильные ушибы ребер. 1 августа все опытно-промышленные яузы были сняты с эксплуатации. В дальнейшем их утилизируют. А 4 августа под формальным предлогом о проверке тормозных систем были сняты с эксплуатации и оба оставшихся в живых состава 81720.1 в ДП-печатнике. Сроки проверки неизвестны, равно как и неизвестно вернутся ли асинхронные яузы в строй. Однако, учитывая давнее желание метрополитена избавиться от такого балласта, как вагоны яуза, рассчитывать на возобновление их эксплуатации не приходится. Хотя... Надежда всегда умирает последней. Может быть, одну из асинхронных яуз сохранят в качестве музейного состава, и мы еще увидим ее на ежегодном параде поездов? Как знать. Яуза стала символом целой эпохи московского метро, олицетворением надежд 90-х, оказавшимся ненужным уже в нулевых, при появлении ее прямых потомков вагонов Русич. И если бы не она, то не было бы сегодня и главной гордости метро и мытищинского завода – вагонов Москва, ставших достойными наследниками своей прабабки Яузы, начавшей когда-то революцию в вагоностроении и подарившей мечту о комфортабельных и ультрасовременных вагонах нового поколения. Субтитры создавал DimaTorzok